Всем привет, ребята! Меня зовут Богатей ищи Ди, и добро пожаловать в новое видео! Международный валютный фонд, или же МВФ, это крупнейшая финансовая организация в мире. Еще одной такой организацией является Всемирный банк. Вместе они представляют одну из самых серьезных финансовых сил на этой планете. И этой весной у них была встреча. Руководители Всемирного банка Международного валютного фонда встретились в Вашингтоне для весеннего собрания на этой неделе. На встречу явились мировые экономические лидеры, банкиры, руководители корпорации, министры финансов и ведущие ученые. Встреча проходилась с 10 по 16 апреля 2023 года. И, как ты догадываешься, она была посвящена в том числе и криптовалюте, и цифровым активам. Но никто не ожидал того, что там будет объявлено. Срочные новости для всех криптовалютных холдеров, особенно для холдеров Ripple XRP и биткоина. Международный валютный фонд только что представил новую глобальную валюту. Они назвали ее универсальной денежной единицей, вкратце Unicoin. И готовятся с ее помощью полностью преобразовать мировую экономику. Unicoin является ничем иным, как единой цифровой валютой для абсолютно всех центральных банков этого мира. Это как одно кольцо власти, которое правит над всеми. Unicoin разработан именно так, чтобы работать со всеми существующими национальными валютами. Насколько это важно? К моему удивлению, есть люди, которые не знают, что такое МВФ и Всемирный банк. И какую роль они играют в мировой финансовой системе. Они были созданы в конце Второй мировой войны. И они были частью усилий союзников по разработке международной системы, которая должна была создать более мирный и стабильный мир. Сегодня МВФ действительно является сторожем финансового мира. Общая капитализация криптовалют в конце 2022 года упала до своего дна. После этого она выросла на полтриллиона долларов. И чем отвечает МВФ и Всемирный банк? Созданием глобальной цифровой валюты, которая является законным платежным средством и денежным товаром. Она направлена на выполнение функции ЦВЦБ и защиту финансовой целостности международной банковской системы. При этом они даже вынашивают планы по замене доллара США этим глобальным ЦВЦБ. И не всем американцам это нравится. Вот, например, комментарий. МВФ – это не друг США. Нам следует прекратить их финансирование. А еще в 2020 году МВФ уже говорила о проблеме доминирования доллара США и необходимости создания глобальной ЦВЦБ. МВФ прогнозировала тогда появление цифровых валют, новых платежных экосистем и, как следствие, ускорение перехода к новым резервным валютам мира. Также после этих новостей напряглись участники сообщества Ripple XRP. Юникоин буквально является мостом среди всех будущих цифровых валют центральных банков. Неужели это новый конкурент Ripple XRP, который был нацелен стать таким мостом? Что ж, Юникоин будет полностью совместима с традиционной системой. Банки смогут прикреплять SWIFT-коды и банковские счета к кошельку цифровой валюты Юникоин и совершать операции SWIFT в виде мгновенных цифровых транзакций. Больше не нужна, как минимум, сеть банков-посредников. Послушай интервью 2020 года Адриана Тобиаса. Это финансовый советник МВФ. У большей части населения в мире нет доступа к банкам. И даже если у кого-то есть доступ к банковским счетам, они чрезвычайно дорогие для них. Дорого все. Платежи, электронные переводы, международные платежи. Поэтому я думаю, что эта огромная финансовая изоляция большинства людей является мотивацией для развития технологий, которые должны значительно повысить уровень финансовой доступности для таких людей. И я думаю, что Ripple является одним из таких примеров. В 2020 году сообщество XRP было в восторге от этого интервью. Ведь этот человек из Международного валютного фонда буквально анонсирует глобальное принятие Ripple XRP. Правда, в 2023 году почему-то МВФ выкатывает глобальную цифровую валюту Unicoin. Теперь перейдем к интервью Тоби в начале 2023, в котором он рассказывает, что Международный валютный фонд обеспокоен криптовалютами, которая, по мнению фонда, может дестабилизировать мировую экономику и финансовую систему. Одним из решающих факторов, который упоминает МВФ, криптовалюта вызывает трудности для выполнения закона о борьбе с отмыванием денег. Я имею в виду, что финансовые институты должны убедить, что их финансовые операции легальны. Это очень трудно сделать в мире криптовалюты, где транзакции в основном анонимные. Это фундаментальное столкновение между традиционным подходом к регулированию банковской деятельности и миром криптовалют. И я думаю, что регуляторы не будут спокойны, пока не найдут решение проблемы в виде борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Что ж, похоже, сегодня они такое решение нашли. И оно называется универсальная денежная единица, либо же глобальная цифровая валюта, либо же Unicoin. И, наконец, последняя цитата Тобиаса. Сегодня международные платежи дорогие, медленные и рискованные. Но представьте, что было бы, если бы существовала глобальная платформа, которая сможет улучшить трансграничные платежи, переделать валютные операции, снизить риски и сможет заключать финансовые контракты. Итак, Международный валютный фонд хочет, чтобы эта глобальная цифровая валюта стала новой глобальной расчетной единицей для всех национальных валют мира. Но одновременно с этим она должна работать и в локальных юрисдикциях в соответствии с регулированием локальных центральных банков. Это означает, что цель этого не в том, чтобы заменить существующие суверенные национальные валюты, но цель в их укреплении и в соединении в единую международную валютную систему, тем самым улучшая финансовую стабильность стран-партнеров МВФ, как они официально заявляют. Имей в виду, Юникоин еще не запущен, но только предложен МВФ. Перед запуском еще нужно пройти законодательную возню. Что же это за законодательная возня? Давай немного углубимся и в этот вопрос. В этом предполагаемом законодательстве универсальная денежная единица должна быть принята центральными банками в качестве дополнительного денежного товара и средства сбережения, которое смягчит потенциальное обесценивание локальной валюты. Кроме этого, центральный банк может использовать ее в качестве платежного средства во время расчетов. Таким образом, МВФ и Всемирный банк видят будущее, в котором все национальные валюты в конечном итоге будут осуществлять свои расчеты в универсальной денежной единице Юникоин. И кроме этого, сохранять свое богатство тоже в этой глобальной цифровой валюте. Теперь криптосектанты скажут, но разве не биткоин должен был стать тем самым средством сбережения, а Ripple XRP тем самым средством платежа? Что ж, это звучит хорошо, я с этим согласен, и так оно и должно было быть изначально. На это были заточены эти криптовалюты, но официальные финансовые институты, в чьих руках пока что еще находится сила, с этим не согласны. Они будут с этим бороться, именно поэтому они создают все эти вещи. Они с этим не согласны, они готовы воевать с криптовалютой. Ведь универсальная денежная единица Юникоин или же глобальная цифровая валюта – это и есть переосмысленная ими криптовалюта, которая создана для поддержки центральных банков и регуляции финансовых институтов. В ней используется алгоритм консенсуса блокчейна, в ней используется протокол Staked Proof of Trust и многомерная технология распределенного реестра, то есть блокчейн, что позволяет обеспечить полное обслуживание цифрового банкинга и международных торговых платежей. Это представлено по факту как крипто 2.0, как китайский цифровой юань. Глобальная цифровая валюта создана для лучшего контроля всего – финансовых институтов, центральных банков и отдельных граждан. Но, с другой стороны, как и китайский цифровой юань и глобальная ЦВЦБ от Международного валютного фонда, в итоге станет отличнейшей рекламой для биткоина и эфириума, как свободных криптовалют, не подверженных контролю и цензуре. Но это уже совсем другая история. Меня зовут Богатейший Ди, если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, здесь мы каждый день обозреваем самые важные события из мира криптовалюты и экономики. Ну а мы увидимся с тобой в новых видео, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok